Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас в студии «Любознайки». С вами Швейдалов. Здравствуйте, Беннина Мика. Маша Полежайкина. Зима Ефим. Вера Зайцева. Сегодня наш детский сад вновь открыл двери для участников областного семинара. Здравствуйте! Как вас зовут? Меня зовут Ирина Григорьевна. С какого города вы приехали? Я к вам приехала в гости из города Прокопьевска. Где и кем вы работаете? Я работаю в детском саду номер 93 звездочка старшим воспитателем. Как полезны такие семинары? Мы в вашем городе впервые. Приехали в такой большой красивый новый детский сад. Хотим посмотреть, чем вы здесь занимаетесь, как оборудован ваш детский садик. Ну и чтобы вы поделились своим опытом. Здравствуйте! Представьте, пожалуйста. Меня зовут Елена Васильевна. Из какого города вы приехали? Я приехала из города Кеймерон. И кем вы работаете? Я работаю инструктором по физкультуре в детском саду номер 171. Первый раз у нас в гостях? Да, у вас в гостях. Я к вам в гости приехала в первый раз. Чем полезны такие семинары? Ну, полезны такие семинары тем, что мы смотрим на опыт других педагогов. И я надеюсь, что он пригодится мне в работе. Спасибо! Пожалуйста! Здравствуйте! Можно задавать вам вопрос? Конечно! Здравствуйте! Из какого города вы приехали? Приехали из города Полосаево. Где и кем вы работаете? Я работаю в детском саду 52, воспитателем. Вы первый раз к нам приехали? Первый. Мне у вас очень понравилось. Как вы ждете от семинара? Ну, может, что-нибудь новенькое услышишь для себя. И представьтесь, пожалуйста. Я Жмайлика Галина Анатольевна. С какого города вы приехали? Я приехала из города Москвы. Где вы работаете? Я работаю в детском саде, который называется «Уголек» номер 4. Где вы работаете? В детском саду я работаю заведующим. Вы раз у нас в гостях? Да, я у вас первый раз. Мне очень у вас понравилось. Где такие семинары? Ну, чем полезные? Мы ищем что-то новое для себя взять в работе, для наших педагогов. Что-то поделиться своим опытом в работе. Спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания. Спасибо большое. Здравствуйте. Можно задать вам вопрос? Конечно, можно. Как вас зовут? Меня зовут Ольга Викторовна. А как? Меня Маша. И кем вы работаете? Я работаю инструктором по спорту в детском саду номер 155. Из какого города вы приехали? Я приехала из города Кемерово. Зачем нужны такие семинары? Для обучения и передачи опыта педагогов. Первое поприветствую всех. Внушение Татьяны Владимировны. Спасибо хозяевам, что снова готовы нас принимать на базе детского сада Мадонова номер 2. Коллеги, у нас с вами сегодня представительство достаточно широкое. Традиции у нас на семинаре сложились. Мы уже третий год проводим подобные семинары. И совсегдатая этих семинаров, естественно, город Полосаево, совсегдатая город Белово знает традиции. Подъедет в город Юргань, несмотря на то, что так далеко, они у нас тоже часто-часко и гости. Ну и, конечно же, Ленинск-Кузнецкий. Мы рады приветствовать в этом году город Кемерово с организованным таким выездом. Молодцы, хорошо, что приехали. Проект называется «Конкурс профессионального мастерства. Воспитатель здорового образа жизни». Вот про него я сейчас вам и буду говорить. Одним из важных направлений в работе руководителя образовательных учреждений, непосредственно педагогических работников этих учреждений, является сохранение и укрепление здоровья наших детей. Дошкольный же возраст – самый благоприятный период для работы в этом направлении. Для выработки правильных привычек, которые в сочетании с обучением дошкольников. Я хотела бы с вами поделиться своей программой, которая называется «Малышка и пыша». В программе дополнительного образования человеческой направленности «Малышка и пыша» особое внимание уделяется гимнастике и акробатическим программам. Данная программа мультифицирована. В основе лежит программа «Старк» Яковлева и Дианей. Субтитры создавал DimaTorzok Вверх – выдох. Вдох. Выдох. В уме и темпе. Так, остановились. Программа реализуется три года. Проводятся занятия у меня три раза в неделю. Три раза в неделю, понедельник, среда, пятница, во вторую половину дня. Длительность занятий в средней группе 25 минут, в старшем возрасте 30-35 минут и в подготовительный группе третий год обучения 40 минут. Работаю активно, опираясь на программу «Винер», вот эта программа дополнительного образования. Я начинала с нее. Сейчас в этом году летом появилась программа «Винер» для дошкольников именно. Сейчас я ее там изучаю и так далее. Но вот с этой работой уже вот она в 11-м году, с 12-го года. Здесь такие же разделы, как в моей программе. Каждое упражнение имеет название, ассоциативные названия. Там цапелька, лягушонок, крабики, щучка, кошка и так далее, и так далее. Что помогает детям создать художественный образ. Работа с предметом. Старшая группа. Вот это девочки старшей группы. Вот прям чуть-чуть фрагмент. Посмотрим. Старшая, даже и средняя тут еще. Вот это девочки. В нашей дошкольной образовательной организации 2014 года реализуется дополнительная программа физкультурно-оздоровительной направленности, которую мы назвали «Спортивная путь земли». Эта программа представляет собой систему комплексных занятий с использованием элементов оздоровительных технологий. Фитбол, гаэробика и игровой стретчинг. Потому что сначала в нашем детском саду была дополнительная программа по стретчингу и фитболу. И теперь мы на основе той программы, мы решили пойти дальше. И используя комплексы занятий и упражнений, игрового стретчинга и фитбол-аэробики, мы теперь с детьми и сами осваиваем танцевальную аэробику. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Рабочая программа отражает систему физкультурно-оздоровительной работы с детьми, имеющими нарушения обморно-пигативного аппарата. В условиях дошкольного образовательного учреждения, компенсирующего лица. Невролог Екатерина Стронова и доктор медицинских малых Елена Василькова Отличное, что различные отклонения и задержки в развитии двигательных функций у детей проявляются на определенном возрастном этапе развития, закрепляются и при этом мы с ними радуемся собственным маленьким садом. В нашем детском саду считается приоритетным осуществление физического воспитания детей. Одной из основных фондов дополнительной деятельности является концептоплавный. В своем работе находился нормативными документами в федеральном сотрудничестве. Учиненску встал вопрос, как повысить группы на активность. И остановились мы на одной из пунктов в учении и обучении спортивных игр. Прогонули все спортивные игры, ввесили свои возможности и остановились на футболе. В детском саду сделали площадку, оборудовали, установили пророта. Для того, чтобы иметь возможность заниматься в участке, в школе, в год, мы знаем наши вопросы. Поскольку рядом с нами располагается в нашем детском саде спортивный комплекс «Юность», то мы обратились туда за помощью, чтобы нам видели хотя бы час и зал. Удалось договориться, нам дали час, дали зал, дали зал по борьбе. До встречи в Ульфине! Пока!